Эпизод шестнадцатый. Шшш! 25 декабря, Монте-Карло. Не замечая ничего вокруг, я понуро брёл по улице. Впереди меня семенил домино, то и дело останавливаясь и обнюхивая наиболее интересующие его углы домов Монте-Карло. В лицо мне светило по-весеннему тёплое солнце, но на душе у меня сгустились врачные тучи. Что мне теперь делать? Ведь фотка висит со вчерашнего вечера на всеобщем обозрении. Наверное, эта новость уже стала известна не только в крохотном Монако, но и волной сплетен прокатилась по всему Лазурному берегу. Но это ещё бы ничего. Меня больше расстраивала другая мысль. А что, если она случайно увидит этот липовый снимок? Она же всё неправильно поймёт. Может, она его уже и видела и решила, что я полный идиот, и поэтому до сих пор мне не ответила. Я не заметил, как мы дошли до пляжа. Домино весело запрыгал около меня. Вцепившись зубами в штанину моих джинсов, он, рыча, стал тянуть мне к кромке воды. Нехотя, но заражаясь его радостью, я поддался. Море было на удивление спокойным. После вчерашнего шторма на берег вынесло много всякой всячины. Каких-то странных коряк, отполированных палок, причудливо переплетённых водорослей и даже чей-то синего цвета кет. Я подобрал небольшую палку, размахнулся и бросил её в море. Домино тут же помчался вылавливать её из воды. Прогулка получилась долгая, часа в полтора, и я успел немного успокоиться, так что домой я вернулся в более приподнятом настроении. Однако разговаривать мне пока ни с кем не хотелось, и я лелеял надежду, что, сумея не привлекая ничего внимания, незаметно проскользнуть к себе в комнату. Но, как только мы зашли в дом, домино в упоении залился громким лаем. «Да тише ты!» – шикнул я на него, но он не унимался. В дверях библиотеки появился улыбающийся месье Муро. «Я смотрю, вы хорошо погуляли?» «Да, неплохо», – не глядя на него, ответил я и направился к лестнице. «Месье Люк, вы чем-то расстроены?» – спросил он, поймав меня своим вопросом на полпути. Удивлённый его прозорливостью, я слегка замедлил шаг. Воспользовавшись моментом, он подошёл и взял меня под локоть. «Пойдёмте, мой милый друг, посидим в библиотеке, поговорим, кофе выпьем». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!